Я вас всех приветствую в своем коротком видео распаковке. Сегодня буду показывать вам распаковку от бренда OK Beauty. Мне бренд присылает эту косметику уже не в первый раз. Я всегда соглашаюсь потестировать что-то интересное, что-то новое, потому что предыдущий опыт был максимально положительный. Я хочу вам показать, что мне прислали на этот раз, что я себе заказала на пробу. Аккуратно были завернуты все продукты вот в такую вот картонную дополнительную бумажку. Я не знаю, как это правильно называется. Дальше я сразу хочу отметить, что мне в коробку положили пробник с парфюмом для дома. Я очень люблю, когда дома вкусно пахнет. Я вообще люблю приятный аромат. Вот этот вот аромат, который мне положили с искрящейся колой. Называется она искрящаяся кола. Но слышу здесь ароматы пряностей и корицы. Меня это очень подкупает. Поэтому я решила его заказать за свои деньги. И меня это нисколько не смущает. Я хочу, чтобы дома у меня пахло именно так. Только единственное, я опасаюсь, что аромат по дому будет слишком яркий. И у меня может болеть голова. Вот так вот выглядит, кстати, упаковочка. И здесь подробно расписаны все-все ноты, которые используются для этого парфюма. Ну, конечно, вообще шикарно. Давайте теперь перейдем непосредственно к самим продуктам, которые я заказала для пробы. И здесь все будут продукты для лица. Кто меня смотрит, тот знает, что я прям фанат тональных основ и вообще фанат красивой кожи ухоженной. Поэтому в этот раз я заказала себе все продукты для красивого лица. А это? Это кисть для распределения тона. У Кей Бьюти вышли новые кисти из синтетического ворса. Они разные по форме, разные по набивке. По-моему, с одинаковым ворсом я решила себе заказать на пробу вот это. У меня кисть в номере F03. И она вот такая вот по форме. Это как бафик. То есть, если проще говоря, то это типа как копытца. Ближе к плотному по набивке. И такая набивка и такое качество ворса, оно без проблем будет распределять мне тональную основу. Я вам сейчас покажу ее в работе. Значит, здесь мне нравится то, что прямой срез. Не знаю, но мне нравится. Это как-то эстетично смотрится. Здесь надпись ОК Бьюти. По-моему, здесь пластик. Или, ну, по-моему, здесь пластик. Ну, в общем, вот такая вот кисть. Сейчас я ее попробую в работе. Потом я взяла на пробу тон BB. Очень давно я хотела попробовать их тональный. Но у меня все никак руки не доходили. И вот здесь вот прям сама судьба меня подтолкнула в объятие этой тональной основы. Fresh and Glow Second Skin BB Foundation. С в 30. У меня в оттенке Natural. Здесь 30 миллилитров. Здесь вот такая вот вакуумная упаковка. Дозатор. Я уже его чуть-чуть на руке попробовала. Сейчас попробуем с вами на лице. Дозатор работает плавно. Здесь претензий нет. Потом я взяла себе еще консилер. Это, кстати, их новинка. Два оттенка Light и Medium я взяла в оттенке Light. Он светоотражающий, увлажняющий. По-моему, легкий по покрытию и у него яркая отдушка. Вот такая вот упаковка. Лопаточка здесь стандартная. И здесь очень яркая отдушка. Посмотрим, будет ли это мне мешать в работе. Предлагаю все это попробовать на лице. Как говорится, попрактиковаться. Я уже заранее подготовила кожу. Слегка затемнила шею. Потому что я думаю, что этот оттенок мне будет слегка желтоватый. И чтобы не выглядеть смешно на камере, я заранее подготовилась. Набираю небольшое количество. Буквально один раз на дозатор нажимаю. Насколько я слышала, этот BB он плотный. То есть как бы это, в общем-то, и не BB, а полноценный тональный крем. Здесь яркая отдушка. Не люблю, когда отдушки, но степень доверия к этому бренду, он высокий. Поэтому на уровне психологии, на уровне подсознания, это не должно мне мешать использовать этот крем. Посмотрим. Ну что ж, подключаем в работу кисть. И посмотрим. Кисть очень мягкая, она не колет. И без полос распределяет. Я так понимаю, здесь кончик, кончики волосков, они более тонкие. И поэтому деликатно распределяется. Хотя оттенок мне подходит прекрасно. Хорошо сливается с кожей. Я уже забыла, о чем говорила. В сбилой смысле. А, по поводу волосков. Здесь тонкий волосок на конце. И получается, что покрытие вот этой кисти максимально тонкое и беспроблемное. Ну я бы не сказала, конечно, может быть, что тонкое. Но то, что беспроблемное. И кажется, у меня новый фаворит в кисти для фундейшена. Красивое покрытие. Вообще никаких нареканий нет пока. Кожа подсвеченная, кожа увлажненная. И я немножко перестаралась с шеей. Ну ладно. Когда будет полный макияж, будет добавлен бронзер, все это стабилизируется. Пробуем консилер. Теперь здесь одушка точно такая же. И вот я поставлю здесь в синячок и высветлю Т-зону. И как всегда, вот здесь вот поставлю. А, еще центр. Ну сюда я стараюсь не наносить, потому что у меня здесь морщинка. Бедневная складка. Продолжаем тестировать. Окей, бьюти. Все я нанесла, все потестировала. И вот, что я вам хочу сказать. Что кисточка мне очень понравилась. И она теперь мой новый фаворит, мой новый любимчик. Она отправляется в мою косметичку для того, чтобы делать меня красивой каждый день. Также в мою косметичку отправляется и этот тон. Он мне очень понравился. Красивый финиш, быстро распределился. Текстура то, что надо. Отдушка только меня смущает. Она яркая. Но опять же, уровень доверия здесь к этому бренду высокий. Поэтому простим ему эту отдушку. По поводу консилера не поняла его работу пока. Он светоотражающий действительно. По поводу пигментации я не поняла, потому что со всеми основными проблемами и нюансами уже справился тон. Поэтому буду тестировать. Но то, что он светоотражающий, то, что светлый и он нормального славянского оттенка, это факт. Поэтому вот эти вот отправляются 100 пудов в мою косметичку в личную. Вот это пока тестируем. И по итогу у меня получился вот такой макияж на холсте из продуктов от бренда ОК Бьюти. Кстати, стрелки и губы у меня тоже сделаны продуктами ОК Бьюти. Здесь я использовала для меня многофункциональный карандаш для губ в оттенке Миллениум. Я его использую и как для глаз, как для стрелок, как в данном случае, так и для подложки, для контурирования носа, для бронзера. И для губ, то есть по прямому назначению. И на губах у меня вот этот вот блеск в оттенке винил. Я очень люблю сочетание вот такой вот, чтобы получились карамельные такие сладкие, уютные, притягательные губки. Нарается, кстати, текстура вот этого блеска. Она слегка-слегка липковатая. И эта липкость дает стойкость этому блеску. Ну и, соответственно, конечно, вот этот вот глянец, он невероятно красивый, не скатывается, смягчает губы. В общем, прекрасная, прекрасная текстура. И для меня оттенок винил является идеальным, ну, под мой типаж. И что я хочу по итогу сказать? По итогу у меня теперь плюс три продукта в мою косметичку от бренда OK Beauty. У меня теперь есть масло-праймер. Дальше у меня есть карандаш для губ в оттенке Millennium. Блеск для губ в оттенке винил. Мой новый фаворит – это кисточка F03 для тона. И, в принципе, для всех кремовых продуктов. Я наносила кремовый румяна и кремовый скульптор. В общем, это все для лица и то, что касается кремовых текстур. BB крем и консилер. И вот такое вот богатство у меня теперь есть. Я хочу еще попробовать кисти. Она мне очень понравилась. Я хочу попробовать кисточки для глаз. Такую маленькую для прорисовки под ресничками. Для детальной прорисовки. И еще хочу попробовать для пудры и румян. В общем, вот такие вот дела.